станет ли гомель вновь городом каштанов в автобусах и троллейбуса гомеля крутили прошлогоднюю рекламу а еще в беларуси изъяли крупнейшую за последнее время партию наркотиков 20 февраля на календаре в студии сильных новостей алексей шкуров вы смотрите вечерний выпуск подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии погнали крупным деревьям не просто большом городе пять лет назад власти снова пообещали сделать гомель городом каштанов поинтересовались как обстоят дела с планами и насколько они осуществляются историческая справка советское время гомель был очень зеленым городом и во многом благодаря каштанам высаживать же деревья в центральных кварталах начали уже по решению городской думы надо революционных фото видно что большинство улиц то время были еще голые лишены растительности либо там были только небольшие саженцы зеленые насаждения сильно пострадали в годы великой отечественной но вскоре после освобождения в гомеля приступили к новому озеленению на фото и киносъемки семидесятых восьмидесятых годов видно то весь центр гомеля буквально утопает в зелени сейчас это трудно представить так что же с планами вернуть в гомель каштаны читайте материал который подготовил журналист сильных новостей ссылку на этот материал мы оставим в первом комментарии под этим видео новый выпуск авторского проекта сильных новостей а так можно было в этот раз мы рассказываем вам как сэкономить на такой штуке как отпуск за границей вышло довольно весело смотрите на нашем youtube канале продолжение следует а многие ездили и не парились можно ли садиться в автобус перед конечной остановкой в сети кто-то задался вопросом если сесть на общественный транспорт на предпоследней остановкой от конечной нужно ли оплачивать проезд если едешь дальше мол начался новый рейс поэтому старый билет купленные две минуты назад не подходят нужно ли оплачивать проезд вновь оказывается да об этом рассказали в гомель обл пассажир трансе если проехать по одному билету могут возникнуть вопросы у контролеров так как время указанное на квитке может не вписаться в рамки нового рейса продолжая тему в автобусах и троллейбуса гомеля крутили прошлогоднюю рекламу гор электротранспорт пообещал разобраться в этом в гомеле на некоторых маршрутах троллейбусов и автобусов речевые информаторы крутили рекламу сожского карагода который проходил осенью прошлого года передают гомельские ведомости сотрудники издания обратились гор электротранспорт и спросили кто должен регулировать соблюдение сроков в организации сообщили что перезаписали речевые оповещения во всех троллейбусах а в дальнейшем сотрудники службы движения будут контролировать актуальность информации светлогорские задержали парня который очень любит рукоблудить извините за выражение прямо в подъезде многоэтажки осенью прошлого года милицию светлогорска стали поступать странные жалобы жильцы одного из домов рассказывали что иногда видят голого молодого человека замотанной головой который демонстрирует свои гениталии но еще при этом делает кое-что похуже оказалось что таинственный рукоблуд проживает в этом же подъезде мужчине 25 лет и у него есть девушка по словам задержанного именно она и стала виновной в его странном поведении мужчина рассказал сотрудника милиции что девушка не может удовлетворить его горячий темперамент выкручиваться из ситуации приходится вот таким вот странным способом летом он выезжал в лес и там расслаблялся а зимой приходилось заматывать голову чтобы никто не узнал ну и таким образом отдыхать подъезде на эксгибициониста завели уголовное дело по статье хулиганство также его ждет обследование профильных специалистов новостям страны в беларуси изъяли крупнейшую за последнее время партию наркотиков на 2 с половиной миллиона долларов вес почти 48 кило сначала в поле зрения правоохранителей попал 23 летний водитель одной из строительных организаций который перевозил в арендованной машине полтора кило особо опасного психотропа далее оперативники вышли на еще одного 24-летнего подельника безработного из гродно он занимался поставками наркотиков беларусь и организовывал склады у него изъяли еще около одного килограмма выяснилось что сообщники работали на преступную организацию скорпион а в трех тайниках расположенных гродненской минской областях еще 18 кило такого же вещества в других хранилищах находилось 27 кило альфа пвп это составляет порядка 50 тысяч доз которые могли попасть на черный рынок беларуси это самая крупная партия наркотиков изъяты за последние годы по информации начальника криминальной милиции геннадия казакевича стоимость этой партии оценивается в два с половиной миллиона долларов министр обороны рассказал кто войдет в состав народного ополчения и какие задачи будет выполнять министр обороны виктор хренин заявил что основной задачей народного ополчения станет внимание защита своей местности и обеспечение правопорядка совместно с милицией численность ополчения может составить до 150 тысяч человек цифры озвучили сегодня на заседании совбеза в минобороны не исключают что добровольцев может быть и больше глава ведомства пояснил что состав количество и задачи народного ополчения будут определять органы местной власти в первую очередь ополчение понадобится для поддержания правопорядка в период военного положения в минске задержали мужчину который переписывался с 11-летней школьницей из гомельской области он отправлял откровенные фото и просил девочку сбрасывать снимки с порнографическим содержанием в ответ как пишет белта сотрудники милиции задержали 20-летнего минчанина который подозревается в совращении школьницы молодой человек соцсети познакомился с малолетней девочкой жительницей гомельской области минчане начал с ней переписываться отправлял интимные фото и просил ее сбрасывать снимки с порнографическим содержанием милицию обратилась мать девочки в отношении жителя столицы возбуждено три уголовных дела ему грозит до 13 лет тюрьмы на этом у меня все подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях ставьте лайки присылайте нам свои истории мы о них расскажем над выпуском работал алексей шкуров до встречи на сильных новостях уже завтра